здравия дорогие друзья когда видишь в суде должностное лицо секретаря пристава помощника судьи которые находятся без маски невольно приходит мысль неужели данные лица проявляют солидарность с простым людям и стали на защиту своего народа давайте надувать что-то где-то я не могу они пока ничем дождемся потом Ведь за пределами своей так называемой работы они же общаются с людьми, со своими мамами, папами, детьми, соседями, родственниками. И сердце переполняется радостью. Но через минуту ты открываешь страницу той самой судьи, и все надежды на их единство с простым народом рушатся в одну секунду. Судья только по официальным данным вынесла обвинительные постановления более трехстам людям. Вдумайтесь, одна судья 300 штрафов и 300 невинных пострадавших обвиненных людей. А судьи тысячи. У некоторых за период баранобесия под тысячу обвинений вынесено. И это уже миллионы оштрафованных. А ведь судьи сами не печатают эти постановления. Их печатают те самые помощники, которые сами не соблюдают установленные ими же правила. Так как может один человек обвинять другого, если он сам не выполняет то, что просит? Соответственно, будем настаивать на привлечении их в той самой ответственности. Вы позвонили в систему выжива и отстрельных оперативных служб. Все разговоры записываются. 112, Нижний ДНР. Здравствуйте. Здравствуйте. О правонарушении можно сообщить? Говорите. По адресу Металлурга 40 в общественном месте должностное лицо Батухтина А.С. находилось без маски. Это что, в магазине или где это произошло? Ну, это здание суда. Так, в самом... А где это произошло? В здании суда. Находилось без маски? Да. Я нарушила кодекс об административных правонарушениях. Представьтесь, пожалуйста. В ДНР. Проживаете? Не обязан сообщать. Ваш контактный номер? А, 950-206. Я вас сейчас в полиции соединяю. Ну, вы передайте, мне просто некогда сейчас. Видео... Запишите, что видео имеется, предоставлю по запросу по официальному. Передаю. С вами свяжутся. Хорошо. По вашему номеру как? Дублируем на официальный сайт МВД. В 14 часов ровно должностное лицо Батухтина ААС находилось в общественном месте. Без средств индивидуальной защиты в Тагилстроевском суде. По адресу N.Tagin, металлургов 40, тем самым совершала правонарушение против меня и остальных граждан, подпадающее под диспозицию статьи 20.6 степени 1 КПРФ, что подтверждается видеодоказательствами. При этом Батухтина сама не брезгует участвовать в судебных процессах, где печатает обвинительное решение по аналогичным правонарушениям. Прошу привлечь Батухтину ААС. К ответственности по 20.6 степень 1 6,3 КПРФ.